Приветствую организаторов и участников конференции «Can people in science their cells and perspective» Представляю вашему вниманию работу Фераптос – характеристика, значение и регуляция Работа выполнена беседливым артуром студентом 2-го курса 1-й группы педиатрического факультета Фераптос – это железозависимая клеточная гибель, проявляющаяся в продукции реактивных форм кислорода и накопления перекиси липидов Понимание молекулярных механизмов фераптоза может обеспечить новые диагностические и терапевтические подходы к регулированию выживаемости и гибели клеток при заболеваниях человека Сущность и особенности фераптоза Фераптоз отличается от других видов гибели клеток Ключевыми двигателями фераптоза являются активные формы кислорода, которые образуются в ходе реакции Фентона Осуществление данного типа гибели запускается двумя видами веществ Соединениями, уменьшающими констрацию глациона в клетке и ингибиторами галутенпероксидазы Оба вида веществ заставляют активные формы кислорода накапливаться и окислять жирные кислоты мембран Таким образом, обмен железа и перекисное окисление липидов это главный фактор запуска фераптоза Морфологическая особенность фераптоза Для гибели клеток по типу фераптоз характерны такие морфологические изменения, как сжатие клетки и уменьшение митохондрий уменьшение и или исчезновение митохондриальных криз повышение плотности внутренних мембран митохондрий Регуляция фераптоза Регуляция фераптоза осуществляется разными путями Так, галутенпероксидазы-4 может восстановить гидроперексилипиды спирты В качестве субстрата в этом процессе уступает состоящий из цистеина и глицина галутенпероксидазы-4 который окисляется, что сопровождается образованием активной галутенпероксидазы-4 Эффективность синтеза галутенпероксидазы-4 тесно связана с уровнем цистеина В норме цистеин поступает в кисленной форме цистин Таким образом, ось галутенпероксидазы-4 галутенциона является ключевым регулятором перекисления липидов и фераптоза Снижение усвоенной цистеина тормозит синтез галутенциона, что инактивирует галутенпероксидазы-4 и приводит к накоплению перекислипидов и фераптозу Антифераптический галутеннезависимый регулятор представляет собой оксиреидутазовую энзиму Q10 убихинона, который способствует улавливанию радикальных антиоксидантов Убихинон является мощным антиоксидантом, который противодействует перекисному оксиданию липидов Данный регулятор переносит метахондрию от клейственной мембраны, где он может влиять на активность и регенерацию убихинона Антифераптический галутеннезависимый регулятор уступает в роли критического фермента, восстанавливающего убихинон до убихинола и тем самым восстанавливающий восстанавливанный пул. Нарушение работы системы данного регулятора иубихинона индуцирует фераптоз. На процесс фераптоза влияет ацил-Куа-синтетаза-4, расположенная во внешнем эмбиране митохондрий. В липидном обмене ацил-Куа-синтетаза-4 в основном выбирает ненасыщенные жирные кислоты, такие как арахидоновая и адреновая, катализируя образование ацил-Куа из жирных кислот, далее активируя соответствующие жирные кислоты, используемые для окисления жирных кислот или биосинтеза липидов, и впоследствии индуцируя фераптоз, то есть при ингибировании ацил-Куа-синтеза-4 подавляется фераптоз. В заключении, фераптоз – это особый тип гибели клеток с уникальным способом регулирования. В процессе фераптоза обязательна участие железа. Морфология ядра не меняется, но размеры митохондрии уменьшаются. В последнее время фераптоз был обнаружен при многих заболеваниях. Функционирует как механизм подавления опухоли. Поэтому его регулирование откроет новые возможности для их лечения. Спасибо за внимание.